Приветствую вас и первое что мне хотелось бы сказать это то, что ваш молодой человек ведет себя независимо. Именно его независимость пронизывает все обстоятельства, которые вы описываете в своем сообщении. То есть, он сказал вам, что ему понравилась другая женщина, он сказал вам, что хочет отдать вам велик, он допросил вашу карту, он писал вам что-то еще. И это все говорит о том, что мужчина заинтересован в односторонности его проявлений в личной жизни. То есть, ему хочется, чтобы именно он отвечал вообще за все. То есть, чтобы он сам решил для себя, например, что надо с вами встретиться, надо отдать вам велик, и он начал это продвигать. Но, в итоге, конечно, это не случилось, потому что он, наверное, понял, что велик вам не стоит отдавать, лучше действительно его продать или что-то такое. Мужчина явно мечется, мужчина находится на перепутье, мужчина находится в кризисе. Я думаю, что данный кризис является кризисом собственных мотивов, кризисом собственных желаний. И, а сейчас он для себя сам пытается решить, что ему нужно. Вот он был с вами какое-то время, да, он был с вами, значит, вы написали 4 года. 4 года вы с ним встречались. Это срок большой, и за 4 года, возможно, он подумал, что, ну, фразы, что вы ему надобравили, что он не так сильно к вам приятный и так далее. Почему? Потому что слишком для него все было стабильно. Почему? Потому что ему начало надоедать. Аван Голдер, он почувствовал себя слишком, знаете, зависимым от вас. Такое, к сожалению, тоже очень часто бывает. И если мужчина гордый, то он, соответственно, стремится к тому, чтобы быть независимым. И вот я думаю, что именно любая зависимость и независимость являются главными ориентирами и приоритетами в поведении молодого человека. Почему он решил с вами расстаться? Потому что ему показалось, что он через чёрку вам привязан. А это не, а это зависимость, и это ему не нравится. Он решил проявить себя и сказал, что уходит другой. Почему? Потому что это независимость. Вот другое дело, что другой женщина у него явно не получила, что он хотел. Это да. Это уже немножечко другой момент. Это другой аспект, я бы сказал. Поэтому нужно здесь понимать, что молодой человек сейчас хочет, в принципе, наверное, действительно к вам вернуться. Но он не хочет, чтобы вы, как бы, его сами вернули. Ему хочется, чтобы он как-то сам принял решение относительно того, что он будет делать с вами. А он ещё это решение не принял. И, возможно, какое-то время он его ещё принять не может. Именно в силу того, что сейчас находится на распутье. Отсюда несложно сделать следующий вывод, что вы можете ждать этому мужчину очень долго. Ну, правда, в самом деле, очень долго. И будете попросту терять своё время. Попросту тратить его на пустые ожидания, потому что, как я понял, за время, вот, что мужчина был не с вами, вы, на встрече от всего, не имели ни с кем отношений. И, в общем-то, даже познакомиться не пытались. А он, тем не менее, именно это старался делать. И вот, в первую очередь, в данной ситуации хочется обратить внимание на то, что вам не нужно действовать в ущерб себе. Почему? Мужина видит, что вы его ждёте. Мужина видит, что вы готовы восстановить с ним отношения. И это его, конечно, расслабляет, потому что он понимает, что вы его ждёте, то торопиться некуда. Что можно совершенно спокойно заниматься своими делами, а потом, если совсем долго будет вернуться к вам, при этом представив всё так, как будто это его желание, его устремление, и он вам ещё одолжение сделал тем, что к вам вернулся. Ну, как вы понимаете, подобное отношение, подобная позиция не является сколько-нибудь верной. Потому что, ну, всё-таки человек сам ушёл, сам решил уйти, а вы нисколько не должны и не обязаны его ждать, не должны и не обязаны делать какие-то вещи, которые вам неприятны или ничего вам не дают. Например, в данном случае имеется в виду, что вы просто его ждёте. И чтобы мужчина проявил по-настоящему свои чувства к вам, чтобы мужчина искренне себя показал, нужно на самом деле немного. Вам нужно дать ему понять, что вы не собираетесь в его ждать, что вы живёте своей жизнью, что она у вас своя эта жизнь, и что, собственно говоря, вы общаетесь с другими мужчинами, и что в один прекрасный день он может обнаружить, что вы уже с кем-то встречаетесь, и тогда для него будет всё потеряно, потому что вы человек явно преданный, вы человек явно ответственный, и вы не такой, как он. То есть вы не предаёте других людей, не предаёте того, кто от вас, например, зависит и с кем в отношениях вы находитесь. И мужчина это, безусловно, знает. Он уверен в вашей верности. И пока мужчина уверен в вашей верности, он ведёт себя так. Соответственно, если вы хотите как-то ситуации вообще прояснить, соответственно, если вы хотите как-то вот этот момент для себя выяснить, что же, собственно, вам ждать от мужчины, чего же, собственно, вам от него ожидать, да, начните проявлять свои собственные интересы, начните следовать своему собственному поведению, и тогда, я уверен, мужчина очень быстро проявит свое истинное лицо в отношении к вам. Если, допустим, у него есть чувства, но он запутался в них, то они дадут о себе знать, он поймет, что он хочет быть только с вами, и тут же последуют реакции, свидетельствующие о его желании с вами сблизиться, о его желании быть с вами, о его желании разделяться с вами в жизни и так далее. То есть вы увидите, что мужчине вы не безразличны. Если у него чувства вам, как сказок, нет, то есть только эгоистичное потребительское отношение, не более того, то тогда можно говорить о том, что мужчина будет вас обвинять в чем-то, высказывать какие-то претензии совершенно нелепые, глупые, и это будет свидетельствовать о том, что мужчина считает, что вы должны его ждать, что вы должны являться ему по первому слову и так далее. Понятно, что это не является сколько-нибудь правильным, не является сколько-нибудь направленным на ваши интересы и исключительно определяется интересами самого мужчины, что не является положительным для вас. И, зная это, вы уже сможете конструировать свое поведение соответствующим образом так, чтобы представить свои цели, защищать свои интересы, а не его. И это будет наиболее правильным поведением. То есть, понимаете, какая получается в итоге ситуация? Поведение человека, другого человека, по вашим словам, интерпретировать может как угодно. Как угодно. Думаю, каждый эксперт сделает это по-своему. Для кого-то поведение такое, которое вы описали, значит, одно, для кого-то поведение, которое вы описали, значит, другое и прочее. А может быть, окажется так, что у мужчины это поведение отношения вообще-то совершенно иное. Например, у него очень тонкая душевная организация, и он все это время пытался как-то вам показать, что он сдается в вас. Но вы не увидели его шагов, вы не увидели его несажения, не увидели его устремления к вам. И он сейчас разочаровался, обиделся на вас и пребывает в депрессии. Виноваты вы в том, что такое произошло? Виноваты вы в том, что так случилось с вашим мужчиной? Виноваты вы в том, что не увидели чего-то такого, что он хотел вам сказать? Конечно же нет. Конечно же не виноваты. И вот именно поэтому нужно вам сконсрироваться на то, чтобы жить своей жизнью. И именно, когда вы будете себя проявлять не напрямую в отношении к мужчинам, вот тогда мужчина себя проявит. И вам будет понятно, а как же он, собственно говоря, к вас относится, и чего же он, собственно говоря, от вас хочет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!